Во-первых, нереально контролирует благотворительность. Потому что я знаю, что любой богатый человек может позволить себе открыть фонд, и сугубо его интерес он будет благотворять, цели вкладывать. Невозможно эти цели вкладывать. Я где-то читал, что крупные богатые люди в мире хотят какое-то филантропское сообщество создать. Крупный богат Билл Гейтс, Лима Санческо, богатые люди, и наши олигархи говорят, что это в сообществе. Но конкретно программу я не читал, куда они планируются. Я считаю, что не надо просто бедному человеку дать деньги или что-то, где-то работа нет. Мне кажется, это не решение проблем, потому что человек подумает, а мне дают деньги, почему бы не жить. Просто стимула не будет, правильно? Это не по богу закону просто. А надо, мне кажется, дать ему чувство, чтобы он приютил это чувство, и у него была хоть какой-то цель, принцип, или он почувствовал стыд, что он человек, а на него платит. Я с 15 лет не понимаю слова «дайте мне деньги». Я с 15 лет работаю, знаю, как зарабатывать деньги, примерно, как можно сказать. И я вот сам считаю, что если я буду благотворительностью заниматься, пока я не определю конкретно чем, я не буду бросаться ради красивых этих слов, ради амбиций. Надо подождать лучше, чтобы не насмешить себя и людей. И эффективно надо вкладывать благотворительность. И, конечно, мне кажется, государство не должно заниматься благотворительностью тоже. Когда есть, когда государство программы, где-то там в области, где-то в регионах, вот там под благотворительность целью, балл создаётся. Мне кажется, это всё шик-пшик, всё это. И там просто издевательность над этим бедным или больным людьми. А лучше создавать эффект, вот я считаю, например, благотворительность какой пришёл, какой-то центр построишь именно для таких труднобольных, как бы трудными заболеваниями. Создать для них условия, оборудование покупать и вылечить. Ну, не обязательно бесплатно. Есть у этих людей тоже возможность платить. Там, например, где это было, я понял, боюсь ошибки, или Южной Корею, создал филантроп. Очень огромный такой, клинику, которая туда приезжает. Ну, кто-то сможет платить столько, кто-то не сможет платить. Но, действительно, оборудование, самые лучшие доктора. То есть это тоже решение проблем. И когда у неё спросили, почему вы не бесплатно делаете? Он сказал, во-первых, когда человек бесплатно лечится, и у этого человека нет стимула. Вот мне это слово понравилось у этого человека. Действительно, да? То есть больной человек себе должен задать вопрос, почему меня бесплатно лечит? Как бы, да? У него должен быть какой-то стимул вера и бороться с этой болезнью, как бы, да? Потому что это внушить себе такой вере, а не просто лежать как живой труп. Вот в этом плане. Я помню, от моего друга мы тоже его куда не возили просто. И он всегда плакал. Я его всегда спрашиваю, почему ты плачешь? Ты же мужчина, мы же тебе сколько друзей не покидаем. Он плакал, потому что он говорит, я ещё не внушаю себя тем, чтобы бороться с этой болезнью. Он за это плакал. И я тоже себе задаю просто, почему он так себе? Потому что он тогда правильную цель поставил. Он нашёл себя, вырастил себе этот дух и выжил. И благодаря усилиям своим, не только нашим, усилиям своим. Он сейчас, конечно, чуть хромает, но полуинвалид. Но он не терпит, к слову, инвалид такой. Или я слышал в советское время такую историю в Одессе или где там, когда фронтовику пронесли деньги, он без нагида, он догнал и отдал эти деньги обратно. Потому что он не просил, то есть он идёт своей дороге. И когда спросил, почему вы так сделали, он сказал, я Родину не за это защищал. Как бы, да? За Родину, не за это как бы. То есть, мне кажется, благотворительство должно быть очень эффективным и духовным пространством тоже, чтобы людям это нравилось, принимаешь стороне, это нравилось. А сейчас то, что сейчас для шика, ну, конечно, она будет продолжаться. Это невозможно контролировать. Это кому-то для каких-то пиаров, для каких-то акций. Может, кто-то действительно эффективно эти деньги даёт этим людям. Как бы, да, там, на хлеб. Но я ещё раз считаю, лучше создать рабочие места. Но это не благотворительство создать рабочие места. Это уже коммерцизация. И коммерцизация должна быть более эффективным тоже. Вот в этом плане.